Вы наверняка пытались фотографировать, снимать видео, моделить, рисовать, в общем, создавать какой-то визуальный контент. Технически для этого полно инструментов, но когда дело доходит до, а как заставить изображение работать на идею, и чтобы не раздражало, вызывало правильные эмоции зрителя, ну и вообще, красиво. Вот как тут двигаться, непонятно. Поэтому мы собрали универсальные правила для работы с цветом, а проконсультировала нас концепт художницы Александра Дрозд. У микрофона Алексей Луцай, смонтировал выпуск Александра Рыбаков, и начнем. Зачастую для создания атмосферного изображения достаточно сочетать два-три цвета с учетом правил композиции. Их всего три. Сочетайте по контрасту. Для этого берите цвета с противоположных концов круговой палитры, против теплого цвета холодные. И я не про какие-то тонкие материи, все это встречается в самых попсовых произведениях, вроде модной в середине нулевых покраски трансформеров с оранжевой кожей и голубым фоном. Воздушную триаду образуют три любых цвета, которые располагаются на палитре. Причем они должны сочетаться и плавно перетекать друг в друга. Но заполнять все изображение только этими цветами не надо, это скучно. Всегда акцентируйте. Замените центральный цвет триады на противоположный, и он сфокусирует внимание смотрящего. Например, если центральный цвет триады фиолетовый, то акцент желтый, как на «Звездные ночи» Ван Гога. Палитру определяет простая фигура. Равнобедренный треугольник, прямоугольный треугольник, квадрат или ромб. Проще всего этот принцип объяснить на примере треугольника. Произвольно рисуем его на RGB палитре и получаем ограничитель. Все цвета внутри допускаются, а остальные нет. Но это не значит, что заполнять кадр нужно только яркими цветами. Для гармонии и акцентности достаточно одного яркого цвета, а остальные можно приглушить. Но запомните два правила, которые влияют на восприятие изображения. Фон меняет ощущение от цвета. Разместите серый квадрат на синем прямоугольнике, а затем на оранжевом. Вы сразу почувствуете разницу. Да даже серый на фоне оранжевого будет казаться теплее и ярче, не говоря уже о других цветах. Свет работает в связке с цветом. Он может как насытить, так и приглушить его и даже запутать зрителя. Например, при длительном просмотре холодный цвет может даже восприниматься теплее. Чтобы этого избежать, поддержите его дополнительными элементами. Например, в фильмах Дэвида Финчера намерена скудная палитра цветов. Ну вот, в «Охотнике за разумом», чтобы зритель верно воспринял настроение, общий тон кадра дополняется другим потоком света, табличкой или даже красным кофейником. Благодаря таким деталям цвет становится устойчивым. Чтобы правильно сочетать цвет и свет, нужно разобрать схему освещения. Типов света несколько. Рисующий, как правило, располагается сверху или спереди и образует основное пятно света, а также тени, идущие от объекта. Заполняющий позволяет высветлить затемненные участки изображения. Контровой располагается сзади и подчеркивает края фигуры. Моделирующий ставят сбоку, чаще используется в студийной фотографии, чем в кино. Эти универсальные виды света работают и для фото, и для видео, и для моделирования. Хотя в кино сложнее. Там, как правило, используют от 7 до 40 источников света. Исключение операторы вроде Роджера Диккенса. Он снял самые известные фильмы Вильнёва, братьев Коэн и Сэма Мендеса. Ему порой достаточно и трёх источников. Но избегайте абсолютно чёрного цвета. У него нет оттенков, поэтому он не вызывает должного спектра эмоций. В классической живописи чисто чёрных теней не существует, потому что их не существует в реальном мире. Потому что свет отражается и преломляется, образуя разные оттенки. Это уже потом в живописи, когда художники уходили от предметности и реалистичности, свет, тень, формы превратились скорее в знаки и символы. Кинул такое на полотно чернющее пятно, всё равно что буквами подписал эта тень. Но, к слову об отражении и преломлении, в кино особенно важен заполняющий тон. Оттенок, который присутствует в каждом цвете изображения. Абсолютно чёрный используется лишь когда автор делает намеренную стилизацию. Даже в ночных или космических сценах темнота создаётся за счёт оттенков синего, серого и других цветов. Возьмём дизайн космического корабля и то, как он выглядит в космосе. Например, кадры из Чужого, Космической Одиссеи, Звёздных войн. Даже самая фантастическая конструкция кажется реалистичной, потому что избегает чёрного цвета и состоит из оттенков, бликов, текстур и других элементов, придающих объём и живость. В этом случае важно проработать границу светотени, которая задаёт объём любой фигуре в кадре. И в то же время свет не обязательно должен быть белым. Цветное освещение разнообразит изображение. Здесь используется тот же принцип, что и с цветом. Всегда есть главный источник света, создающий акцент, и дополнительный. Например, в Джонни Уике сочетание света и цветовые акценты помогают удержать внимание зрителя в экшн-сценах, когда в кадре много движения. И, кстати, напишите в комментариях, хотите ли вы отдельный ролик о цветном освещении. Тоже верный для видеоигр, ведь базовые приёмы сочетания цвета и света помогают в навигации на уровне. Нужные участки и направляющие линии подсвечиваются, подкрашиваются, контрастируют и так далее. И вообще, принципы визуального повествования универсальны для всех видов искусства. При помощи цвета и света можно акцентировать важную деталь или прямо указать зрителю, куда смотреть. Вот и всё. Кстати, накидайте в комментарии любые конкретные произведения, которые, на ваш взгляд, вот прям точно надо посмотреть любому, кто хочет научиться работать с цветом. Всегда полезно пополнить банк универсальных референсов. А ещё у нас для вас важная и полезная информация. Прямые трансляции, мини-гайды, монологи со спича и другой живой контент переезжает на новый канал XYZ Live. А также по ссылкам в описании наш паблик с эксклюзивными текстами и множество классных курсов. Спасибо Александре Дрозд за консультацию. С вами был Алексей Луца, Александр Рыбаков и редактор Николай Кубрак. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»